Всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале. И в этом видеоролике я буду производить замену старого полусломавшегося компрессора на новый и более мощный. Если смотрели предыдущие мои ролики, то знайте, что около двух недель назад у меня компрессор, который стоит за купятником, почти сломался. Там у меня порвалась частичная мембрана, и в итоге он сейчас работает очень-очень слабо. И его даже не хватает на банку с Артемией, хотя еще две недели назад он работал у меня и на банку с Артемией, и на нерестовички, и на все мои большие аквариумы. Однако сейчас его даже не хватает не то, что на банку с Артемией, а на общие мои аквариумы. И если сейчас вот посмотреть, допустим, в этот аквариум губятник, открыть крышку, то можно увидеть, что здесь вообще практически аэрации нету. Здесь какие-то большое количество рыбок, я вообще не знаю, как они здесь вообще живут. Потому что аэрация такая вот, держится уже, наверное, неделю, если не больше. Здесь, как видите, очень много мальков, губ, очень много подросточков, очень много также взрослых рыбок, а аэрации здесь практически никакая. В общем, они выживают даже при слабой аэрации. Рыбки живы, однако качество воды здесь очень сильно упало, потому что из-за слабого потока воздуха в губку попадает мало мусора. Он весь оседает на дне, и если посмотреть как-то в боку, так говоря, или спереди, то можно увидеть такую лёгкую муть. Наверное, на камеру не видно, потому что растения очень сильно загораживают. В общем, здесь появилась лёгкая муть. Я просто не могу вообще сюда подключить больше компрессора, потому что у меня всего лишь два компрессора есть рабочих. Ещё в тумбе есть два компрессора, но они, к сожалению, сломаны, там у них сгорело что-то, когда вырубала пробки, и в итоге они у меня окончательно сломались. Вот в соседнем аквариуме аэрации ещё более-менее хорошие, никакая в губятнике, а посильнее. Я специально сюда добавил аэрацию, потому что здесь мальков много. Естественно, очень жалко будет их потерять, если вдруг что случится с аэрацией. Ну и также очень слабая аэрация в аквариум объёмом 120 литров, и здесь даже можно видеть не лёгкую муть, а такую же нормальную муть. Видно то, что вода мутная. Вот такая вот мутная вода держится здесь уже на протяжении последних полутора недель. Вот рыбки себя чувствуют более-менее, однако качество воды, конечно, оставляет желать лучше. Поэтому здесь также, думаю, после замены компрессора поток воды и поток воздуха улучшится. Естественно, когда поток воздуха улучшается, улучшается циркуляция воды, больше мусора будет попадать в губку, естественно, и качество воды улучшится, и рыбкам также станет получше. Вот в этом аквариуме также поток воздуха очень слабенький, но вода здесь не помутнила, что меня, в принципе, радует. Однако, вот, например, в этих нерестовичках аэрации вообще практически никакой нет. Раньше у меня компрессор работал и на 4 контейнера 3-литровых, и на 2 10-литровых нерестовичка. А сейчас даже на контейнере не хватает аэрации, и в 10-литровых аквариумах также аэрации, как видите, очень слабые. Даже там вот видно, один ротан на дне уже мёртвый валяется. Поэтому сейчас я буду распаковывать компрессор, который купил буквально сегодня утром на птичьем рынке садовод. И тогда давайте скорее заменять старый компрессор на новый. И вот такой вот компрессор я купил сегодня на птичьем рынке. Справа лежит коробка от того компрессора, который у меня сейчас работает. Как видите, он рассчитан на объём аквариума от 120 до 300 литров, а этот компрессор рассчитан на объём аквариума от 250 до 600 литров. Получается, у меня общий объём всей разводни даже больше, чем 300 литров, литров, наверное, 400 или 450, следовательно, этот компрессор слишком слабый. Для всей разводни, даже когда он был новый и работал очень хорошо, а этот компрессор, в принципе, будет помощнее. Здесь также есть два выхода. Но сейчас давайте откроем, распакуем, посмотрим, что здесь есть в комплекте. В принципе, те, кто смотрели первую середину ролик, уже знают, что там в комплекте есть. Как раз ролик про печенок есть у меня на канале. Он недавно вышел, так что ссылку на него я оставлю в описании, в закреплённом комментарии. Вот, в коробке здесь есть инструкция, в принципе, я там уже знаю, что написано. Так что её отложим. Здесь вот есть в комплекте также два краника и тройник. Также ещё три краника я докупил также на птичьем ряке, чтобы они с речки подключить. И также купил ещё три распределения, так как у меня там некоторые распределения сломались, просто у них где-то пластиковая штука отвалилась от керамической вот этой вот штуки. И также они сломались, поэтому я их ещё немного подкупил, чтобы они у меня были в запасе. Ну и сейчас давайте убедим компрессор из пакета. Он, как видите, побольше, чем предыдущий компрессор, хотя коробка одинаковая. Однако, видно, он большой, такой массивный. Также вот это вот, такая вот верёвочка надо её открутить, чтобы посмотреть длину шнура. В принципе, он длинный. Мне как раз хватит, чтобы подключить его к другой розетке, не к той, которая стоит с зубопятником. В общем, сейчас откручу вот эту вот верёвочку. Вот, как видите, два выхода. И сейчас давайте я подключу всю вот эту магистраль воздуха, которая у меня тянется по полу, подключу к этому компрессору. И посмотрим, как изменится поток воды в моих аквариумах. И вот уже установил компрессор на своём месте, подключил к нему магистраль воздуха, и даже подключил к нему банку с артемией, чтобы посмотреть, как он будет справляться с банкой с артемией и со всеми моими аквариумами. Ну что ж, а теперь нажимаю на кнопочку и запускаю компрессор. Вот сразу видно по банке с артемией, то, что поток воздуха увеличился, и в банке также, как видите, пузырьки воздуха увеличились, и поток воды также очень сильно увеличился. Ну и также, наверное, по звуку вы уже слышите, то, что заработали у меня теперь ещё и нерестовички. Но перед тем, как посмотреть поток воздуха в нерестовичках, давайте посмотрим на поток воздуха в аквариуме Гупятники. Сразу видно, как он резко увеличился. Я краник, который стоит вот там вот за крышкой, не откручивал и не закручивал. То есть он был откручен как в начале видеоролика, так он сейчас и остался в таком же положении. Однако, видите, какая теперь стильная аэрация началась. И теперь, думаю, за 2 или 3 дня вся муть в этом аквариуме пропадёт. И тогда-то сниму уже видеоролик, как буду вылавлять отсюда всех малючков Гупи и пересаживать их в соседний аквариум объёмом 35 литров, в котором, кстати, тоже немного увеличился поток воздуха. И, следовательно, теперь рыбки 100% не погибнут от кислородного голодания. Ну, а теперь давайте перейдём на нерстрички и посмотрим, какой поток воздуха сейчас в них. Здесь я также краники не откручивал, однако, видите, в начале видеоролика поток воздуха вообще не шёл. Сейчас, как видите, поток воздуха очень сильный. Его даже, наверное, надо немного прикрутить. Как-то краник станет работать, надо его заменить, потому что, видите, там сломался краник, видимо, поэтому поток воздуха такой сильный. Вот тут также в нерстричках уже поток воздуха увеличился. И в аквариуме с ретанами также поток воздуха, в принципе, увеличился. Ну, а теперь давайте посмотрим на большие аквариумы. В аквариуме въём 112 литров также видно, какая теперь аэрация стала мощная. Можно даже сверху посмотреть на неё. Но сразу видно то, что поток воздуха увеличился, и даже растения немного от потока воды вот так вот потянулись к дальним углам аквариума. Это, конечно же, очень хорошо, потому что теперь и рыбки 100% не погибнут кислородному голоданию. Да и, в принципе, думаю, муть вот в этом вот аквариуме пройдёт, потому что также видно, что поток воздуха здесь довольно хорошо увеличился. Кстати, как видите, в этом аквариуме я сделал недавно небольшую стрижку растений. Это я сделал всё для того, чтобы вот сюда запустить небольшую стайку нюнов, которых я также купил сегодня на птичьем рынке. Запускать нюнов я буду уже в следующем видеоролике, так что, кто не подписан на канал, подписывайтесь, следите за новыми выпусками, они всегда очень интересны. Ну, а сейчас я хочу протестировать новый компрессор и подключить, помимо вот этих вот аквариумов, которые уже, в принципе, подключены к магистрали воздуха, хочу подключить оставшиеся три контейнера, налить в них воды и посмотреть, уменьшится ли поток воздуха в других аквариумах или нет. Залил в оставшиеся три контейнера немного воды и уже подключил аэрацию. Краники я выставил в среднее положение, однако, как видите, аэрация во всех четырёх контейнерах очень сильная, пузырьки очень крупные и даже вот в этом первом контейнере с артанами рыбок потоком воздуха сдувает и они даже здесь нормально не могут плавать. В принципе, мне такая мощная аэрация в этих контейнерах не нужна, поэтому я её сейчас убавлю, но перед тем, как это делать, я хочу посмотреть, как вот эти нерстачки повлияли на общее давление во всей магистрали, которая у меня протянута по всей комнате. Давайте посмотрим, уменьшится ли поток воздуха в других моих аквариумах. В принципе, в нерстачках он особо не уменьшился. Давайте посмотрим, какой поток воздуха вот в этом аквариуме. Он 120 литров. В принципе, так смотрю, он немного уменьшился, наверное, прям чуть-чуть. Он, конечно, сильнее, чем был в начале видеоролика, однако слабее, чем был пару минут назад, когда я ничего не подключил в тенни-листовички. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать этот видеоролик. Я заменил старый компрессор на новый. Пока что старый компрессор у меня будет находиться в тумбочке, ждать лучших ремён. Когда я ему куплю деталь, я обязательно его поставлю, наверное, на банки с артами, чтобы он на них работал. А пока что на всю роборазводню и на две банки с артами у меня будет работать новые недавно купленные компрессоры, рассчитанные на объёмы аквариума до 600 литров. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видеоролики. В следующем видеоролике я буду спускать в этот аквариум 50 штук неонов. Так что ждите нового ролика. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok